Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – исцеление слепорожденного, часть третья. «Неужели и мы слепы?» Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 24 по 41 стихи. Господь Иисус Христос исцелил несчастного человека, который был слепым от рождения, и сидел, просил милостыню где-то неподалеку от храмовой горы. Господь сделал из пыли через плюновение грязь, помазал этой грязью очи слепому, направил в купальню селаам, тот умылся и прозрел. Но когда вернулся, то находившиеся рядом люди заподозрили Иисуса в том, что тот нарушил субботу, а значит совершил великий грех. Повели бывшего слепца к фарисеям, те сначала допросили его, потом его родителей. И казалось бы, и сам слепец, и его родители полностью исчерпывающе ответили на вопросы фарисеев и максимально сняли какие-либо возможные обвинения с исцелившего этого человека Иисуса из Назарета. Однако история этим не закончилась, а получила свое развитие, и это развитие описано в Евангелии от Иоанна в 9 главе, начиная с 24 стиха. Напомню, что когда Христос увидел этого слепого от рождения человека, ученики спросили, задали вопрос о грехе. Кто согрешил, он или родители его? Но Господь не признал грешными ни его, ни его родителей, а сказал, что это произошло, дабы явились дела Божии. Дела Божии, которые Бог делает через него, своего посланника, сына Иисуса Христа. В 24 стихе озлобленные фарисеи начинают приписывать греховность самому Господу Иисусу. 24 стих. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Божию. Мы знаем, что человек тот грешник. Воздай славу Богу – это выражение, которое предполагает такой смысл. Поклянись, поклянись, что ты сейчас будешь произносить правду и ничего, кроме правды. Какую же правду, в кавычках, ждут от исцеленного фарисеи? Мы знаем, говорят они, что человек тот грешник. Интересно, что в Евангелии от Иоанна для обозначения их эмоций использует евангелист Иоанн греческий глагол «ида». «Ида» означает «видеть» и в то же время «ведать». Мы ведаем то, как мы видим этого человека, он грешник. Поскольку предыдущая беседа как с самим исцеленным слепцом, так и с его родителями носила характер явного внешнего давления со стороны фарисеев, то можно было предположить, что он сломается, потому что его родители только что пошли на компромисс. Но откровенная попытка назвать грешником того, кто ему доставил величайшее благодеяние, плюс попытка полностью пренебречь его собственным мнением, которым они только что поинтересовались. Ведь они спросили, что ты о нем думаешь? А он ответил, я думал, что он пророк. «Но твое мнение, что он пророк, для нас не имеет никакого значения. Мы видим, мы ведаем, что он грешник. И ты не просто это скажи, поклянись в этом, мой благодетель, мой исцелитель грешник». Это было слишком возмутительно. И похоже, именно вот эта напористость, эта провокативность вызвала чувство сопротивления у исцеленного человека. 25 стих. Он сказал им в ответ. «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Не хочет он согласиться с фарисеями, но пока еще очень аккуратно им отвечает. «Вы хотите, чтобы я поклялся в том, что он грешник? А я в этом сомневаюсь, грешник он или не грешник? Не знаю. Вы вот так вот видите и ведаете. А у меня есть достоверный факт. Еще совсем недавно я не видел, а теперь я вижу». И, конечно, когда он обращается к этому факту, он призывает вспомнить об альтернативном мнении, которое было у другого крыла фарисеев, то, что такие чудеса, такие знаки может творить только человек, пришедший от Бога. 26 стих. «Снова спросили его, что сделал он с тобою? Как отверст твои очи?» Фарисеи не успокаиваются. Они хотят, чтобы этот исцеленный что-то такое сказал, что послужит поводом для обвинения Иисуса в грехе. Поэтому вновь и вновь спрашивают то, что уже прозвучало. «Что с тобой сделал? Какие манипуляции? Как тебя исцелил?» 27 стих. «Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Но исцеленный, хоть и не имеет такого блестящего образования, как эти фарисеи-богословы, он имеет жизненный опыт, который приобрел, находясь в самом уничиженном состоянии слепого просителя. Они-то богословствуют в храме. А он вынужден был изучать практическое богословие жизни, находясь у подножия храмовой горы и более того, только слыша, а не видя окружающий мир. Поэтому он им говорит, «Вот, я вам уже рассказал, но вы не слушали. Что вы еще хотите услышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» И вот в этой фразе «Вы-то о нем думаете, что он грешный, а он меня исцелил, я еще недавно был слеп, теперь вижу». И в этой фразе, может быть, вы хотите сделаться его учениками, он подчеркивает, «Этот, которого вы называете грешником, исцеляет, приносит величайшее благо, а вы, которые рассуждаете, не можете исцелить, вам надо бы у него поучиться, как исцелять других людей». Конечно, это была ирония, но ирония с явным вызовом в адрес фарисеев. 28 стих «Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы, Моисеевы, ученики». В греческом тексте «они поругали его». Глагол «лилорео» – «поругали». «Они укорили» в русском переводе и сказали «Ты ученик его, а мы, Моисеевы, ученики». Но употребляют «ты ученик его» в том смысле, что ты признаешь его как достойного человека, в то время как мы уже заранее знаем, что он человек не только недостойный, но греховный. 29 стих. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Указывают на то, что они ученики Моисея, потому что они изучают Священное Писание Ветхого Завета, и согласно Священному Писанию Ветхого Завета, да, действительно, было откровение Божие Моисею. Бог беседовал с Моисеем, а вот этот человек, который им в высшей степени неприязнен, они не знают, откуда он. 30 стих. «Человек, прозревшись, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи». 31 стих. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает». Слепой не только воспроизводит логику другого крыла фарисеев, того крыла, которое поддерживало Иисуса Христа, но и продолжает двигаться в этих рассуждениях, потому что то крыло говорило, что грешников Бог не слушает, а исцеленный говорит, «Но Бог помогает тому, кто его почитает. Кто чтит Бога и творит волю его, того Бог слушает». Получается, что раз Иисус меня исцелил, он не только не грешен, он наоборот творит волю Божью, а Бог его слушает. 32 стих. «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». Указывает на необычность чуда. Да, действительно, вы ссылаетесь на Моисея, но Моисей таких чудес не сотворил. Вы говорите об изучении Ветхого Завета, «Но никто из пророка Ветхого Завета такого чуда не сотворил». 33 стих. «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». И вот, наконец, уже не только считает исцеленный, что не грешник, творит волю Божию, поэтому Бог ему помогает, но, наконец, признает, что Иисус от Бога, то есть посланник Божий, ясное дело, это утверждение абсолютно несовместимо с мыслью о том, что Иисус есть грешник. 34 стих. «Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон». Уже нечем возражать фарисеям. Попытка как-то использовать исцеленного или его родителей для того, чтобы найти обоснование своей собственной злобы против Иисуса Христа полностью провалилась. И если им не удалось Христа обвинить как грешника, они всегда могут обвинить этого человека и назвать его грешником. И возможно, что когда они называют его грешником, родившимся во грехах, они как раз и транслируют то самое представление, которое чуть раньше опроверг Иисус Христос. Представление, которое высказали и ученики, пересказывая мнение еврейского народа. Может быть, это потому, что он согрешил во утробе матери, поэтому родился слепым. И фрисии, прогоняя этого исцеленного, говорят, ты и грешник, и родился уже грешником, весь во грехах. Велико отличие Господа Иисуса Христа, который смог исцелить и при этом не увидел греховности ни в этом человеке, ни в его родителях, той явной греховности, которая послужила бы причиной данного заболевания. Речь не идет о всеобщей греховности человеческого рода, конечно. Насколько велико отличие позиции Господа Иисуса Христа от позиции злобных фарисеев, которые этого человека подчеркнуто обвиняют во греховном рождении, хотя уже нету признаков его греховного рождения. Господь его исцелил, он уже видит, и получается, что тем самым Господь в свою очередь тоже выбил почву из-под ног для фарисеев, потому что они уже и не могут особенно этого бывшего слепца обвинять. Тем не менее, выгнали его вон, и толкователи предполагают, что раз уже заранее иудеи решили для себя, что всякий, всякого, кто исповедует Иисуса Христом, то есть Машехом, они будут отлучать от синагоги, видимо, тут же отлучили от синагоги этого человека. Поэтому Господь Иисус Христос желает его ободрить, вдохновить. 35 стих. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Господь Иисус Христос находит для того, чтобы возвысить мнение о себе от того, что он, исцеливший его, Иисус, пророк, что он посланный от Бога к мнению о том, что он истинный Мессия. «Веруешь ли в Сына Божия?» Выражение «Сын Божий» было мессианским титулом у евреев в той эпохе, что видно, например, по кумранской рукописи с одноименным названием. Соответственно, когда Господь спрашивает у исцеленного им человека, «Веруешь ли в Сына Божия?» Это все равно, что спросить «Веруешь ли ты в пришедшего Мессию Христа?» Но, как мы с вами видели, исцеленный, слепорожденный очень честен и отстаивал истинно в полемике с фарисеями, поэтому и здесь в беседе с исцелившим его он не торопится отвечать «А кто Христос?» 36 стих он отвечал и сказал «А кто он?» Господин, потому что там стоит «кириос», у нас переведено «Господь», но мы переводим греческое «кириос» «Господь», когда уже точно кто-то исповедует Христа как Бога, здесь же пока еще он его не исповедует как Бога, лучше перевести «Господин». Он отвечал и сказал «А кто он, Господин, чтобы мне веровать в него?» То есть «Кто пришедший Мессия?» 37 стих «Иисус сказал ему «И видел ты его, и он говорит с тобою». Вот этим ответом, таким вот пространным, Господь хочет подчеркнуть, что ты теперь можешь меня не только слышать, как было до момента исцеления, но теперь можешь меня и увидеть, и услышать одновременно, потому что Христос это я, который с тобой говорю, а ты меня при этом видишь, благодаря моей заботе о тебе». 38 стих «Он же сказал», речь идет о слепце, бывшем слепце, «Верую, Господи, и поклонился ему». Да, от мысли, что Иисус есть пророк, исцеленный бывший слепец, приходит через речь Господа к мысли о том, что Господь есть Мессия Христос. И дабы выразить явным образом, не просто сказал «Веру в тебя, Господи», он поклонился ему. В греческом тексте пал Ниц перед ним. Так что все, которые стали рядом, могли это увидеть. Конечно, падение Ниц в древнем мире было более частым явлением, чем сейчас у нас люди падают Ниц. Наверное, падение Ниц, преклонение колен сохранилось преимущественно сейчас в религиозной жизни. Но в древности, конечно, это могло быть и частью какого-то протокола, когда общались с людьми высокопоставленными, с царями, с министрами и так далее. И падая Ниц, кланяясь таким образом Господу Иисусу Христу, исцеленный бывший слепец его Иисуса почитает уже на деле, преклонив колено, как Христа Мессию. Вероятно, этот момент привлек внимание окружающих, среди которых, похоже, были и фарисии, потому что Господь желает через вот это действие, когда бывший слепой не только прозрел физически, он теперь видит окружающий мир, но и прозрел духовно, он теперь нашел, в кого веровать, в посланника Божия, Господь через это желает и других людей пригласить к себе, 39 стих, и сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. В этом выражении Господа интересны несколько моментов, во-первых, тот греческий термин, который скрывается за русским словом суд, если в предыдущих речах Иоанн Богослов использовал термин кризис, который означает прежде всего развлечение, рассуждение и во вторую очередь уже вынесение вердикта и суд, то в этой фразе Иоанн Богослов использует другой похожий, но другой греческий термин крима, крима это именно решение суда, постановление суда, это уже вердикт, не развлечение, не рассуждение, уже вынесение приговора, поэтому и сказал Иисус на суд пришел в мир сей, это уже надо понимать так, я пришел в этот мир для того, чтобы вынести вердикт, чтобы невидящие видели, конечно, в духовном плане, потому что невидящие в духовном плане для той эпохи, для той поры, люди, не получившие специального богословского образования, которые испытывали духовную нищету, понимали, что они духовно несовершенны, и поэтому тянулись к Богу, а видящие стали слепы, а видящие это как раз вот те самые фарисеи, которые говорили, мы ведаем, мы видим, что этот человек грешник, те самые фарисеи, которые имели отличное богословское образование, имели почет и уважение в народе, и получается, что речь идет о духовной слепоте, те, кто ощущают себя таковыми, обратившись к Богу, прозреют, а те, кто себя манят духовно видящими, наоборот, окажутся духовно слепыми. Эту фразу правильно поняли и некоторые находившиеся рядом фарисеи, 40 стих. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Потому что то, как следовало из предшествующего рассуждения Господа, конечно же, они были слепы, они ожидали, что он их назовет слепцами, возможно для того, чтобы его, Господа, в этом укорить. Но ответ Христа парадоксален, 41 стих. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Тем самым, Господь хочет сказать следующее. Только что я говорил о духовно слепых людях, которые желают прозреть. И через эту фразу, конечно, он дает надежду людям, не имевшим богословское образование, какого-то положения в обществе. А вот вы, которые на самом деле, конечно же, слепы, вы думаете, что вы зрячие. Хорошо, раз вы так утверждаете, что вы зрячие, а вы зрячие, потому что изучаете закон Моисея Втору, изучаете пророков, и внешне вы вроде бы действительно зрячие, но не поступаете в соответствии с законом, не поступаете в соответствии с пророками, поэтому на вас остается грех. Грех противления пророкам, ибо если бы вы правильно, духовно читали священное писание Ветхого Завета, то пришли бы ко мне, как Господь уже сказал им в одной из предшествующих бесед, но этого не происходит, вы противодействуете мне, вы не исполняете пророков и закон, поэтому грех остается на вас. Как интересно, что история исцеления слепого от рождения начинается с вопроса о грехе, о грехе самого слепого или его родителей, продолжается вопросом о грехе Иисуса Христа, который ставят фарисеи, но заканчивается утверждением о грехе самих фарисеев, утверждением высказываемым Господом Иисусом Христом. Получается, что наиболее страшный грех это грех человека, который хорошо разбирается в богословии, но при этом для него богословие остается некой теории, которую он не желает применить на практике. И, конечно, от этого очень большие проблемы для людей верующих, потому что объединяет нас не только единая вера в Бога, но и церковь, церковь как тело Христово. И, приходя в церковь, мы очень часто видим людей, у которых, к сожалению, познание закона Божия или познание истины Бога не продолжается в осуществлении этих знаний на практике. И вот такого рода люди, конечно, и согрешают, и сами себя компрометируют, и церковь Христово могут скомпрометировать. Но мы будем поступать так, как нам предлагал апостол Павел, который, когда рассматривал в своих посланиях некие злоупотребления, какие-то злоключения, какие-то греховные моменты в тех или иных ранних христианских общинах, он призывал, прежде всего, самих членов общины исправиться через дух кротости, через то, чтобы отложить всякое возбуждение, пафос и какие-то другие страсти. Поэтому, конечно же, помня о том, как страшно знать и не исполнять, мы не будем осуждать других, которые иногда знают и не исполняют, но стремясь к этому знанию, стремясь быть не слепыми, а зрячими, будем стараться, чтобы наше зрение, наше знание Бога не делали нас греховными, будем уклоняться от греха, сопротивляться греху, будем стремиться к добродетели. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.